Мы с вами начали на прошлом семинаре смотреть матрицу аномальных размерностей для операторов 302 И наша задача была стомблирована найти не диагональный элемент Т.е. элемент, отвечающий тому, что при перенормировке фермионного оператора у вас в однофиклеонном приближении возникает бомбинская структура фермионного оператора Т.е. чтобы это явление изучить, мы ввели в них до 4 штуки функций Гриннера Для них для всех написали диаграммное представление по теориям, вмещениям Вместе с контрчленами, с контрсчленными членами, которые мы туда добавляли И нашли горновские структуры Наиболее интересующая у нас в силу формулировки задачи Контрчлен это контрчлен дельта FG Т.е. мы смотрели фермионный оператор Фермионный оператор И Оспанавливали функцию Гриннера Вголовных откладках Вы видите, что в Борнии такого отклада нет Такой отклад возникает только Начинается с запитлевого приближения Вот я сейчас нарисую соответствующий диаграмм Вот здесь вот у нас стоит фермионный оператор Фермионный оператор, да? Фермионный оператор Мы вводим со скей индексом C'1 Мы вводим со скей индексом C'а1 Вводим со скей индексом B Это цветовой индекс АВ Я показываю Camp A B Такая диаграмма есть И вне��чика О嚏руется Давайте не recять вводим Втекает P Втекает и значит сложим P Иòn Здесь по петле течет K, втикло K и вытикло K, а здесь у нас течет K и WB, а здесь в нижней пропокатке индексы, которые за мной играются Что? Индексы в тренировках Здесь еще много всяких индексов, но я не знаю Давайте напишем один раз Индексы в тренировках, где N у нас чёртное число, подчёркиваю, мы это сегодня не будем использовать Есть такая диаграмма, а здесь вот на петлевом приближении мы должны уже пользоваться только борновской структурой То есть вот здесь он стоит, когда по правилам фильма мы будем сейчас записывать этот маточный элемент То есть сюда будем вписать борновскую структуру, которая в данном случае, если втекает K, вытекает K Это есть симметризатор, который делает стензор симметричным, исследованный по всем индексам Гамбоннио-1, и что тут? Если втекло K, вытекло K В фирме умный борновский какой у них был? Помните? К-2 К-2 это взяли K-2 Вот такое То есть в огне сюда подставляем вот это выражение Дальше есть вторая диаграмма Здесь в оператор втекает минус 0, правильно? Раз и здесь втекло P, вытекло P, то здесь втек U равный диаграммин Есть точно такая же диаграмма, только с приставленными углеонными концами Приставленными концами приставленными Это тоже α, α, β, β Только здесь не втекает, а здесь он втекает Поэтому если здесь k, k То здесь течет k-2, правильно? k-2 Пропадата k-2 Вот И были еще вклады по полу Фирме умный на штаб, фирме умный и тоже борновский Однопетлевое приближение Однопетлевое приближение Были вклады вот такого типа Которые у нас занулились в силу того, что здесь возникал трейс от генератора От генератора в фундаментальном представлении Вот в этой петле есть трейс И вклады этой диаграммы А вклады этой диаграммы не И возникали еще вот такие диаграммы Мы тоже обсуждали с вами Такого типа, да? Их n-1 штука, когда вот эта вставка слева И n-1 штука, когда вот эта вставка справа Мы их тоже должны написать по идее Их тоже должны считать Они тоже дают расходящуюся часть И Ну так, символически пришел Нож на пол, да? То есть такие диаграммы две штуки двух разных типов, да? И мы сказали, что В результате вот такой вот этой диаграммировки У нас должен воспроизвестись Борманский Это мы как бы не доказываем, да? Это некое довольно широкое утверждение Общее, которое по-хорошему надо аккуратно доказывает Для всех структур, да? Что эта структура вот произведется на другом берег Что у нас, пока остановим, воспринимаем Что у нас здесь воспроизвелся Борманский Чёркиваем вот это клевом приближении, да? Работаем Борманский глионный оператор Пол глионный Борманский Умножим на контрчлен Этот контрчлен Он пропорционален Ж квадрат, да? Поэтому здесь только должен Борманский оператор стать Борманский оператор довольно сложный Но мы будем следить за Структурой Такого типа Минус Минус Дельта Андрей Дальше наш симметризатор Ж А Ж Альфа Бета Альфа Бета Это внешний Конц Вложиться с внешним концом И P-1, P-1 Даже не так много присягну Я его слою присягну несу То есть, если есть еще вклады какие-то, за которыми мы сбить не будем То есть, мы будем с вами сейчас что делать? Посмотреть на вот эти однопетлевые диаграммы И пытаться восстановить коэффициент В этих однопетлевых диаграммах, теми вот такой вот структурой Ну, с вот этой минус-двойкой В хорошем отрасли перед всеми четырьмя структурами Убедиться, что возникает один и тот же коэффициент Чтобы убедиться, что у нас только два оператора в другом области Другими нам смешиваются, а не большее число Различных операторов с такими как разными симметриями этих индусов Мы к этому не будем, это мы примем на веру И коль скоро мы такие хитрые и следим только за вот этим коэффициентом То мы с вами договорились, что вкладов вот этих диаграмм В этот коэффициент не будет, правильно? Потому что здесь сразу не возникает спаривание какого-то альфового или бетового внешнего углеонного концерта Внутренней кавариантной производной Что он дает Gµiα, да? То есть эта диаграмма пропорциональна Gµiα-демиитая Это та хитрая кавариантная производная, с которой спарился вот этот биом А это не наша структура Не наша структура и она, в других преобразованиях Мы прочитаем, когда мы ее не перейдем здесь, да? То есть об этом мы с вами договорились То есть фактически нам нужно с вами смотреть только первые две диаграммы Первые две диаграммы, правильно? Ну вот давайте напишем, как-нибудь подмачим Первая, вторая И напишем вклад в этих диаграмм по правилам фирмы Вот я пишу вклад в первые диаграммы А дальше в том числе классы что он пишет Что у нас здесь есть? У нас здесь есть фирмионная петля, правильно? Фирмионная петля, то есть всегда от антикоммутации фирмионных операторов будет возникать знак минуса Будем считать, что у нас есть nf различных безмассовых клейморов У нас здесь есть фирмионных операторов Поэтому в этой петле фирмионные также могут бегать nf-2 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 Петлевой интеграл Петлевой интеграл Петля по петле у нас k Да? Зачет атлопийских клей Да? Красная вершина у нас есть по В этой вершине, не в этой вершине По минус ij Да? Два раза Ну вот начинаем писать Писать эту вершину, да? Писать эту диаграмму как Мы выбрали какую-то точку на этой диаграмме И начинаем писать Да? Значит, что у нас на этой вершине стоит? Минус ij уже написал Дальше стоит t, a Да? Генератор Гамма альфа Гамма альфа Это обычная вершина Квартина с квадрионом, правильно? Дальше пошел пропагатор g и k минус b D К минус b и проще стрелки не кручить Пришел в эту вершину Здесь стоит tb Они в цветовом пространстве действуют Поэтому можно их сразу было бы отфактализовать t а, t b Ну, m g m u r он с этой вершиной the g t Потом пошел пропагатор кварка и К Вот К-П в квадрате знаменатель К в квадрате И потянулся в бордовскую структуру Вот мой гамм То есть, что здесь будет? Будет симметризатор Нам нужно сразу отличить симметризатор Гамма-мин-1 К-Мин-2 К-Мин-2 К-Мин-Н Это я написал мой оператор Вклад моего оператора И третий квадрат квадрат к вам К И фермионная петля у меня замкнулась по всевым индексам По лоренсовским индексам и по цветовым индексам Правильно? Поэтому я должен поставить рейсы Рейсы Рейсы, пожалуйста Понятно? Ну вот давайте, Андрей, идите к доске А практика пишите в класс второй третий квадрат Вот он взбирает В общем-то полностью все аналогично Да? То есть, у него с одним из из классной петли Я не знаю, как в лейборах он откликнул Докмерная у меня металлизация Туда у него 4 плюс 2 Я со мной Так, мы начинаем То есть, в чём Дероби Открываем Открываем Треби Угу Б Гамм 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 Вот Ну а, пропаганд Rogue Она только К плюс Б К плюс Б Дальше это гамма а, на и, теперь на бординскую структуру. Ну это просто. То же самое, да? Гамма мин один и куча вот этих кайф. Сейчас, кстати, никакие не гамма матрицы. Правильник, по идее, может быть за трейс, но и минус таком, что мы сейчас сделаем. И последненько показывать. Так, ну теперь загадать сюда надо. А, у первых трейс. Давайте знак подописать. Либо в верхушку, либо здесь трейс. То есть, понимаешь, что у нас случилось? Прекидальный человек, ну все. А где называть? Какая ситуация? Выбирайте. И еще надо наносить. Ага. Очень хорошо. Хорошо. Отлично. Давайте немножко упростим это. Ну, вот здесь. Здесь. Там упростим. Ну, сейчас мы вместе сложим, но перед этим немного упростим, да? Ну, во-первых, давайте с буквами i, сознательным минусом. Смотрим. Ну, i в квадрате дает минус. Ага. Минус в квадрате дает плюс. А минус, а минус это плюс. Ну, вот. Это еще три раза буквы и минус 3. Ну, это все дает нам плюс, а это дает нам минус i. Ага. Т.е. минус i, ns, 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 да? Дальше. Под световым трейнсом. Дельта, дельта, 1,5. Да. Дельта, 1,5. Дельта, 1,5. Да. Дельта, 1,5. Дельта, 1,5. Да. Дельта, 1,5. Дельта, да? За трейс все лишнее. Выносим, что не команд матрица. Уже, g квадрат. Симметризаторы можно уже поставить после... g квадрат. Сейчас. А симметризаторы должны быть стоять перед всеми... Ладно. Он индексы n1 не отдействует. Ну, оставьте его впереди. Он просто нам призван напоминать о том, что мы делаем симметричными исследованиями. То есть генанда пользуемся с нейтрией, бальфиксом, мю-1, мю-1. Угу. Так, хорошо. Что не зависит от... Что не гамма матрица вот в этой скобке квадрата? Ну, без крышек, а здесь... А, еще здесь гамма. Ну, то есть можно уместить вот ка-2. Ка-2-2, ка-2-2, да. Да. Ка-2-2, да. Недели на... Попокажем, наверное? Угу. Ка-4-2, ка-2. Разрешите его нормально, ка в квадрате в квадрате. Все, по правилам фильма мы будем собирать, я только в четвертый, мы уже с вами не уйдем в страде. Ага. И сейчас, погодите, вот по поводу ка-2-2. Вот давайте... Что мы хотим сделать? Мы же хотим сумму этих глухоплитов посчитать. Правильно? Дальше. Значит, надо их как-то привести как можно более близкому виду. Правда? Ну, что правда? Да. Кула похоже на это. Ну, не знаю. Ну, а здесь состоит К-по, а здесь состоит К-по. К-по, К-по. 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 Ну, а здесь все домноженное. Это четырехвекторные. Это четырехвекторные несказарные причины. По К идет интегрирование. Как сделать К-по и сделать К-по? Ну, а у кого я не направление интегрировал поменять. Да. То есть поменять интегрирование К на минус К, правильно? То есть, если мы К на минус К поменяем, значит, сколько раз у нас сюда К входит? Смотрите. Здесь 1, n2, n раз здесь, да? n раз вместе с вот этим здесь, да? Дальше еще один, и еще один, да? То есть, получилось n плюс 2. n плюс 2 у нас какое число было в зоне? Четное, да? Четное число. Поэтому, если я знак поменяю, то во что перейдет? То есть, если вы считаете ли знаменателем? Вот эти мы вынесли. Ну, можно сказать, что К-по придет просто в К-по или в К-по? Нет. Ну, как правильно это говорить? Сейчас. Ну, мы знак поменяем, когда, значит, был К-по, стал минус К-по. Ну, так как это в квадрате находится, то это будет то же самое, что К-по. Что К-по, да? Значит, запознательно. Понятно. Вот К-по. Вот. Теперь все знаки выносятся от К в числителе, и будет минус 1 в степени n плюс 2. Угу. То есть, изменить. А, изменить. Да, скажи. Угу. И остался что? Трейс. Трейс. Так. Не-не-не, без команды это сначала. Здесь мы поменяли знак, тут стало минус К, и этот минус вынесли за скобку. Да? То есть, осталось что? Ну, осталось К-по. К-по, да? То есть, в точности так же, как мы здесь. Так, в первой. Правильно? Так. Гамма альфа. Гамма альфа. То есть х. И как раз ошлядно последнее. Да, все. Вон. Вот весь трейс наш знак. Весь трейс. И первый трейс в первой амплитуде точно такой же, только отличие в чем? Альфа на бетто поменяли. Правильно? Альфа на бетто. Альфа на бетто. Вот. Замечательно. Теперь мы их друг с другом складываем. Да? Эту амплитуду складываем. И у нас возникает с точки зрения первой матрицы. У нас возникает вот такая комбинация. Видите? Гамма альфа. Здесь я каком-нибудь гамма ми напишу. Гамма бета. Да. Гамма мю это К минус П мю. Но еще и мю. Вот здесь он стоит. Это мы можем так вынести. Гамма мю свернутая с К минус П мю. Да? Ага. Это в первой амплитуде такая штука. Да? А это про кого? Какое? Рано сколько они интересуют. Вот у вас есть три и здесь гамма матрицы. К. Общая. Грузенцы здесь общие. И три и здесь гамма матрицы. Да? Да. Я предлагаю вам вспомнить то, что мы делали на методинамике на одном из самых первых семинарах. Вот мы рассматривали вот такой объект. Да? И еще вот это вот на вторую я сейчас попишу. Вот это вот на вторую. Тоже в эту сумму напишу. Там повторяю. А чему это все равно? Знаете? Но в четвером мы спокойно взяли шпур или все? Ммм? Если вновь четыре гамма матрицы рассмотрели, то мы спокойно взяли шпур? Нет. Конечно, здесь и есть четыре гамма матрицы, но здесь и здесь шпур. Да? Здесь будет три с ногами. Здесь и здесь шпур, то есть три с ногами. Но это все правильно. Я думаю, что это просто. Но лучше перед этим простить это все. Да? Простить. Каким образом? Вот мы с вами... Это там же альтернационное соотношение? Конечно. Эти гамма матрицы можно просто прям тихо мутировать между собой. Вот мы с вами доказывали какое соотношение на микродинамике, которое в четырех мере было справедливо. Минус два наоборот. Понятно? Там было как? Было G альтерна мюн на гамма бета, да? То есть разладение по полному набору. Помните? Плюс G альтерна мюн на гамма альфа. Минус вот эти. G альфа бета на гамма бета, да? И плюс I, эй, эй, альфа минус бета альфа, гамма капа, гамма бета. Такое соотношение в четырех мере, правильно? Теперь, если я вот эту штуку сложу с точно такой же штукой, переставлю в гиндексами альфа бета, то у меня это что уходит, правильно? Да, остальное удваивается. Остальное удваивается, но вот я здесь пополам поделюсь. Да? Поэтому, а какое отметы идет? На уход с нами. Вы же хотите еще раз? Вот, вы здесь напишитесь, как бы вы не замылили. Коману не просто. Еще раз. И легко понять, что это соотношение не только с четырехмерией работает, но и с демерией. Вот это только четырехмерное соотношение, правильно? Потому что здесь было яйца, там гамма пять. Правильно? Да. То есть это четырехмерия. А вот это вот что-то общее соотношение. Потому что все какое-то тяжелое. Это же жение, которое возникает из антикоммутации. То есть вы просто можете проинтикоммутировать эти гаммы и придете к такому тоже. Вот и все. Да? То есть это общее соотношение, которое нам позволило все вот эти две аркетуды упростить. Да? Ну-ка давайте напишем, что у нас получилось. Альфабет, 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 альфабет. Что у нас получилось в сумме? То есть E1, первая и вторая. Что у нас? Давайте заодно погодить и сразу включим. Еще упростим немножко, чтобы мы сразу несколько операций сделаем. Вот у нас знаменатели наши здесь стоят. Да? Что мы с ними делать, чтобы интегрировать? Вот застанавливать полную квадрату надо провести. Ну, чтобы полную квадрату надо сначала вместе собрать. Да? А, ну мы добавляем уже еще фейморские параметры. Да. То есть мы должны собрать с помощью параметризации феймора. Да? Вот у нас такого рода формула возникает. Вот здесь вот стоит A на B в квадрате. Да? Вот это A, это B. Все в квадрате. Да? Мы потом уже квадратичные комбинации не собираем. Поэтому надо вот так в стекле расписать. Да? Что это за формула? У нас общая формула какая? Здесь стоит гамма функция, в которой сумма всех степеней. Гамма от единицы. Гамма от единицы. Гамма от единицы. Просто так, для красоты, пока все эти единицы пришли. Да? Дальше я делаю интеграл по нескольких фейморов по двумфеймановским параметрам с дельта функцией. Правильно? Эту дельта функцию мы снимаем. И остается интеграл от уряда единицы по dx. Если, скажем, на вот этот знаменатель у нас идет x, а на этот 1-x, x чертой, да, я буду получать. 1-x. То здесь будет стоять что? x в степени 1-1, да? То есть 0. А 1-x, x чертой, в степени вот этой степени минус 1, или 2-1, да? Знаменатель будет стоять а на x, а на x на свой, да, знаменатель, плюс b на свой знаменатель, и в суммарной степени, да? В степени 3. В общем случае, а это есть калий минус b в квадрате, да? b это есть став квадрате. Тогда давайте сразу, мы здесь вот с вами миллион раз это делали. Нет, нет. Одна из сторонних будет. Да? Да? Нет. Давайте с поликлизации закончим. Тогда а x плюс b с чертой. Чего равно, если полный квадрат выделить? Вот это я умножаю на x, на x чертой и складываю между собой. Делали это уже много с вами раз. Перед k в квадратом коэффициент будет x плюс x чертой. Это что такое? Единица. Значит, перед k в квадратом можно у полных... Ну, хорошо. Да. Таня, что у нас еще? У b в квадрате? Здесь x, конечно, да? И плюс b в квадрате x. И минус 2к на x. Угу. Уделяем полный квадрат. Нет. Ну, давайте тему. Будут меня запишите здесь как-то. И вот здесь, чтобы фигура делала все. Так, ну, мы нажимаем на и, x, и... x чертой, да? В чем? Да. Вот полный квадрат уже выделяем. И же будет k минус 2к, вы... Просто 5 делаете. То есть, k минус xp, xp. В квадрате, да? И что остается? Ну, в квадрате x квадрате уже нет? А. Ну, будет p квадрате на x минус b квадрате на x квадрате. Это что такое? Ну, Кирилл, что такое? Кирилл, что такое? У нас еще... Кирилл. p квадрате. Ну, мы должны... Вот у нас b квадрате на x еще 2к осталось. Да. Было оно. Да. И минус x квадрате на b квадрате. Да, совершенно верно. Ну, это можно еще сказать. Можно x вынести. Здесь будет x на x квадрате на b квадрате. Припишите. Равно. Давайте напишем так. Минус дельта. Как нам еще написали. Минус дельта. Минус дельта. Минус дельта. Да. Не такая дельта. Минус дельта. Минус дельта. Как будто я первый раз как сильно. Да. Да. На это равно ему. Так. х на х с чертой на квадрате на 1 Ага Правильно или нет? Да Почему неправильно? х вынести у нас тут Так, 1 минус х на 2 с чертой Здесь минус х дать минус шестой Пожирнее вы напишите, что вы не напишите Угу Ага Все, вращаемся сюда У нас будет граф в оружии по темам феймоновского параметра Дальше от феймоновских гамма функций Гамма от 3 2 И здесь еще х с чертой Правильно? То есть 2х с чертой 2х с чертой Ага Общим умножителем Здесь это все протянется По шуму интеграл В северизаторе написано Вперед Вперед Да Здесь под интеграл зачем Кстати Вот на чертой, но Выпоминаю, что здесь еще Угу Так Ну Значит Нанимаете Дальше этих сначала Да Нанимаете Ну Скажем 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 И все в какой степени В третьей Угу Угу Значит А числитель Ну Числитель Вот у нас эта структура Она еще с кабелью А Сначала Уча К Дальше К К К К Угу Открылся Трорез Да? Трорез Угу И что осталось в Трессе? То есть у нас был общий К Да? А Тресса был гоналов в сфере стрессы Почему? Ну почему? Уже у нас выносится Тресс остается только гоналов Ну Это Угу Гоналов Сейчас Вы Там какой-то импульс Мы К-п Вынесли Да? За Трессе мы вынесли К-п У вас, смотрите, здесь еще было k, здесь было gm1, здесь еще было k. Вот у нас общее вот это вот штука, да? На самом деле здесь трейска от шести гм. от шести, правильно? То есть у нас перед вот этой преобразованной частью будет еще стоять, точнее, перед, а после, k, gm1, k. Поэтому рисуем сначала преобразованную часть, не знаю, давайте вспомним. Значит, было g. Но, берите внимание, индекс мин у нас свернут в k-2. Да-да-да. Нет, индекс мин у нас свернут в k-2, разворачивайте его сам, в k-2. У к альфа. У к альфа, а к-2. Да. Как это нужно? У к альфа. 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 Здесь камин СП со шляпой, круглая скобка закрылась, большая круглая И что здесь оставалось? Это карты и К со шляпами Прямо у меня один И К снова Отлично, трех закрылся Вот теперь уже 4 гамма макс Теперь уже проще Ну, короче, мы сейчас будем отдельно написать, нам только нужно логистический момент сейчас продумать Все-таки мы по скептике все писать Давайте так сделаем Вот здесь нам уже ничего не нужно, мы все коэффициенты с вами собрали, у нас все уже правильно Здесь я все сотрудникам Ну, то что дельта От дельты нам нужно помнить, что оно просто содержит внешний параметр b квадрат Ну, минус b квадрат с аналитических фест-правит, да? Минус b квадрат, да? И дельта сидит Ну, ладно, давайте пока Что мы делаем дальше? То есть, наша логика какая? Ну, надо сделать в виковских порах Да, то есть, в виковских порах мы будем делать, когда стандартные интегралы будем брать, нужно привести к стандартным интегралам, правильно? Ну, там, вроде как Какую замену нужно сделать? Нам нужно, чтобы в числителе был к степени, ну, или к степени rn Нам нужно, чтобы заменать, чтобы была новая импульс в квадрате Для таких интегралов у нас есть стандартные формулы Ну, назовем все это новая импульс Вот это все называется новым импульсом, да? Каким-нибудь rn Да? С новым импульсом rn То есть, у нас k, это есть что такое? Это есть плюс x5, да? И такая у нас комбинация еще встречается k-p, да? А k-p, это что-то в квадрате Ну, да, он получается Через 4-провь В чем плюс? А, не знаю x4 или 1 минус x? Угу Хорошо Ну, давайте аккуратно переписывать это, да Мы сначала делаем замену, потом уже списываем Мы, во-первых, делаем замену И сразу будем считать след Да? То есть, от следа 4-провь, с какой коэффициент пойдет? Четверка Четверка Здесь двойка Здесь будет восьмерка, да? Вы сразу эту восьмерку выносите Что делать? По некоторым данным образом Высоу А, все Вопросы в... Ну, в принципе, да Ну, пока что такое Стоит все Пригаде, да Так Здесь еще давайте и 4-пре Я сразу напишу сюда, чтобы вы не заблудили Двойку вынесли, а их чертой внутри остался. Да. Д и раз уже будет, да? Угу. Отлично. Давайте сначала вот там как раз на той басхеме место ходить. Вот эту комбинацию все напишем, да? То есть это что у нас? Голубая Эткорс Эткорс. Да, Эткорс. Но если бы просто ее не напишем. То есть они будут в первых квадратах, минус гельта, да? А значит, теперь тебе произведение скобок. Да, будет. Пс. 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 Ну, я ее напишу себе. Это первое и это последнее. Пс. 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 Множить на вот такую фигурную скобку от следа. Да? Давайте посмотрим, что у нас от следа. Вон сюда. Пс quitter. Давайте с сложным коэффициентом начнем, который теперь с At chapter arides фабайсов. Минус же альфабетом и еще доступ к альфабетам, большая программа. А вот считаем следствие. То есть у нас три следа, четырех матриц. Какая минус b это вот у нас или минус x4, да? Ага Следовать четырёх гамма матрос, помните? Ну да, но... Ну как, да, g, помните, там, альфа бета гамма дельта, ну, g альфа бета, g гамма дельта, минус g альфа... Ну как, вспоминать? Ну да, ну окей Ну да, ну окей Ну да, 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 окей Если шляпа на 1 впадает, то я заменяю шляпу на 1, да? Смотрите, еще что получится Так, у нас получается скалярное произведение вот с k-p на k И сейчас... Ну смотрите, есть такое с плюсом, правильно? Такое с плюсом, и такое с плюсом, да? Они дают одинаковую вкладку, правильно? То есть будет k, будет k-p в скалярное произведение, в respect x мы будем, не perdいます Ну дают... Вот у вас одно слагаемое вот такое, второе слагаемое вот такое Вот это вот? Ну да Короче, вы не пишите, вы не занялись в стороне Это у нас конё А конё, что такое? А это плюс x Это как плюс xp, да? Угу Именный этап Это одно слагаемое Да Два Два слагаемо Есть минусы Есть ещё с минусом, да? Ну получается, k-p минус 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 А k-p это у нас r- Мир один И k в квадратике, да? Сейчас Да В квадратике это k А, конечно Закрыли большую квадратную скобку Это в центре G альфа б Ну, теперь можно вот эти два сифетрических писателя Давайте Здесь будет k-b альфа Как есть, так и выносится Это не гамма-матрица Да? Вот через эти трицепции Прибавить Ага Альфа на квадратном скобке Есть где-то 4 А вес 4 Какие? Гамма 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 Ага Гамма 2 chol Im xp xynx Вот Ну а int Дадут у нас капс Вecанら с илексом Девать Какой капс? Да Ну так К Можно Значит Значит, и, ну если плюс, а Х в степени, ну, Кас и Мекс. Пишите. Точно-точно. То же самое. Здесь же Х, здесь К. И минус. Ну и минус. Значит. Ж, Ж, Бета, Меродинчик. Угу. Надо, как подправить. Угу. Ну да. Квадратная стопка выходит. Плюс, а у нас. Плюс все то же самое, но с какой заменой? А. Ну давайте это символически написать. r-xp напишите. У нас в своих комплекторах. И что-то и так. А здесь, эту скобку, знаете, как мы здесь обозначим? Я вот так вот сделаю. Смотрите. Это, просто мы их одинаковые скобки сейчас рассматриваем. Вот это будет первая скобка. Да? Вот это будет вторая скобка. Вот это будет третья скобка. А здесь третья скобка, в которой сделана замена альфом. Да? Угу. Угу. Окей. И большая фигурная скобка закрылась. Да. Да, хорошо. Ну отлично. Ну а теперь давайте последовательно будем все эти скобки разматывать. То есть нам что нужно? Нам что-то нужно? Нам нужно вычислить эту гралку. Да, расходящуюся. Точнее расходящуюся часть этой гралки. Вот давайте сначала напишем отдельно первую скобку. Первая скобка. Да. Как я напишу в этой скобке? Вот глядите, наша такая цель всего этого дела. Мы хотим вытащить отсюда, да, из этого экстремидала, вытащить вот такую структуру Лорецовского. Да? Много b, да, и g, c, b. Хорошо. Да? Поэтому вот давайте начинаем раскрывать скобки. Здесь у нас n-1 скобка. Да? А главный вклад, ну первый скажем. Главный, это когда я из графа вытаскиваю по p, из каждой скобки вытащу, что получится? Какой степени n-1? 2, x в какой степени? x в какой степени? x в степени n-1. x в степени n-1, то есть x в степени n-1, n-1. И на p в н2, p в н3 и так далее, p в н. И мы помним, что у нас стоит еще симметризатор, да? Здесь вот симметризатор, что у нас есть еще индекс n-1, да? Где там? Который внутри вот этих скобок есть, да? Индекс n-1 и общий симметризатор, о котором мы не забываем. Вот. Окей. Дальше. Продолжаем раскрывать эту скобку. Если я теперь из одной из этих скобок возьму r, а из остальных возьму f. Ну? Какой-то не 0. Вот просто я поднимаю скобки. Да? Вот в одной я взял r, а в другой p. У вас впереди станет, что интеграмм, в котором r зависит. Или вы можете сказать, что это 0, где интегрированный пайк? Понял. Что? Где там r, а то не надо. Значит, вынесли отсюда, скажем, r, а из остальных скобок x, p. Да. Вы напоносите. Ну да, мы их много вынесли. Раз. У нас какие-то симметризаторы вообще? Во что это приводится? Ну их r минус одна штука, мы можем r внести. Ну сколько скобок, сколько раз мы r внести. Угу. То есть у нас есть r минус один раз, и мы можем вытащить из какой-то скобки r. Вот пишем r мин 2. Потому что симметризатор нам как раз сделает все эти слагаемые одинаковые. На чем остальном? Ну x в степени n минус 2. n минус 2. Да, правильно. На p минус 3. До p минус 2. Да. Угу. Ну давайте еще следующий член напишем, хотя, как вы видите, он уже нам не очень интересен будет. Это n минус 1 член на n минус 2. Сейчас. Ну пополам. Угу. То есть это c из n минус 1 по 2, да? Да. То есть сколько способов есть вытащить из двух скобок? Вытащить r, да? r мин 2, r мин 3. r мин 3 на x. И x. И x. Было, а не узло. Н минус 3. Угу. p начинается теперь. 4. Угу. Там p. Угу. Хорошо. Плюс и так далее. Да? Членов и так далее у нас в большей степени r стоят. r стоят больше. Но они расходятся. Или что? Все расходятся. Здесь все предыгралки, которые здесь стоят, будут давать доходящей части. Безусловно. Вот как мы сейчас видим, для вот этой нашей структуры, мы хотим перевести вот эту структуру, только за ее коэффициентом среди. Для нас будут важны вот это слагаемое, я ее вот так подчеркну. И вот это слагаемое, да? А остальные, как мы видим, они будут неважны. А, это не первый скобок у нас в Крыме. Давайте, как мы видим, открываем вторую скобку. Каким образом? Вот нам нужно найти коэффициент перед r, μ1, да? Ну, бойко. Коэффициент перед r, μ1 восстанавливается. Сейчас. И коэффициент перед b, μ1, да? Значит, напишите коэффициент перед r и коэффициент перед f. Но, наверное, перед r это просто произведение текстового конкурента. Ну, то есть, это квадратно. Вот это все нужно раскрыть, у вас перед r еще есть вот это. Здесь тоже перед r, да? Он аккуратно раскрывается. Пока вы раскрываете, я на левой доске наполню про микрирование, да? Примерно. Какого я типографа наполняла? Исты, значит, мы все это делаем в классическом кирпе. Это аккуратно раскрывается, ничто не потеряетесь. Показываем, я не вижу, поэтому, кустая. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 коэффициент выбрать, который мы слили. Какого типа у нас интегралы будут возникать? Вот видите. Если у меня в числителе будет слишком... Если в числителе нет r, вообще нет r, да? Да. Нет r. Альфа у нас вовно трём, правильно? Альфа, то есть в числителе у нас что? То есть в числителе ничего нету, то расходимости никакой нет. Потому что здесь стоит 3 минуса, d пополам. Это не сингулярная гаммафинция, расходимости нет. То есть расходимость начинается от случаев, где здесь стоит r квадрат, либо r, r, n, либо r в четвёртой, либо r, n, r, n, r, n, r, n, r, n, r, n, r, n и так далее. Правильно? Вот что для нас важно? Вот для нас сложны только расходящиеся части, когда альфа равна трём. Да? Когда альфа равна трём, вот от этого интеграл с r квадратом, расходящаяся часть будет вот такая. Посмотрите, внимательно вы видите, что коэффициенты не ошибся. Коэффициенты для нас сложены. Альфа равна трём здесь, да? Здесь будет 2 минус д пополам, как я вот написал, да? Если гамма трёх, это двойка, она пошла вот сюда, d поделилась на двойку, ещё раз на двойку, дало единицу, правильно? Да. Здесь, вот, общая формула. Альфа равна трём, да? Что-то единичка. Здесь опять гамма трём, да? Здесь опять гамма трём. Вместо единицы в режиме минида. В режиме минида только здесь 2, а здесь 24 будет, да? 4. И от дельты, дельта, вы помните, что такое? Это икс икс чертой по квадрату, да? Вот икс икс чертой я буду давать некий интеграл нерасходящийся, правильно? А вся зависимость от импульса, она будет уносить. Дельта пропорциональна минус трой в квадрате, да? Вот я её сюда и написал, минус трой в квадрате. Сразу за размерностью следите, понимаете, интеграл. За зависимостью от поя, да? Вот. Ну, давайте смотреть. А вот, кстати, чем больше R, тем, получается, расходимость будет? Да, да, да. Нет, нет, хорошо. Расходимость будет всегда, как полюсы по единице на икс. Вот, например, в том случае, как полюсы по единице на икс. Да? Нет, да, да, да. То есть, в общем, если ты видишь, что там, получается, одно дельцовое слагаемое. Много слагаемых. Много слагаемых? Много, да. Очень много. Но нам нужно просто расходящийся часть перед такой структурой. Вот смотрите внимательно. Я беру первую скобку, да? Первую скобку. Допустим, я из первой скобки, ну вот, самое неинтересное, да, Беру последнее слагаемое. Вот это. Из трех здесь написано. Да? Действие Rb2, Rb3, да? Умножаем его на что-то из второй скобки, да? На что я должен его умножить? Ну, на Rb1. Или на Rb1. А на эту плохо умножать, потому что нечетная степень будет, ноль будет. На эту плохо умножать, тоже будет черная степень будет, да? На вот эту хорошо умножать, да? На эту, на b квадрат хорошо умножать. Но здесь стоит Rb2, Rb3, да? Это значит, что когда я по вот этой формуле возьму расходящуюся часть, Андрей, послушайте сначала, потом спросите. Да. Если мы расходящуюся часть берем, то к чему она пропоксимально будет? В Gb2 и Gb3. В Gb2 и Gb3, а это не наша структура. Это есть кусок вот в этом симметризаторе при вычитании следа, да? А мы следим только за этим коэффициентом. Сейчас. Поправка такая. Значит, у нас вот здесь тот же квадрат, Rb2 и Rb3. Да. Когда мы сажаем на Rb1, мы можем просто... Нет. В Rb1 просто выкидывали. Это нечетный антибрал. То есть вот эта вот структура квадрата на 2nx с чертой, на Rb1 на вот такую штуку. Это 0. Во многих нас будет по причине, там, структуры или части, а потому что это нечетный антибрал. Нулевой атерал. То же самое с Rb2. Да. И остается только вот это вот. Остается только... Ну вот, прощенный на скоб. Остается вот это. Как нет. Остается только вот это. Остается только вот это. Остается только вот это. Но опять же, глядите. Но структура видно. У вас четыре числителя. Двое, правильно? Да. Rb1, Rb2, Rb2, Rb3. Вот. Индиктрал с четырьмя Rb3. У нас 4r здесь стоит. Точно так же есть комбинация метрических тензоров. Да? Симметричная комбинация метрических тензоров. И всегда в этой комбинации у вас будет входить либо Rb2, Rb2, Rb3. Да? Они будут G, Rb3. То есть нервная структура. То есть никогда не будет G, Rb3. Да. Смысл такой, что G, Rb3 возникать не будет. Поэтому нам это неинтересно. То есть у нас всегда вот эти слагаемые, за счет того, что здесь есть два Rb, они всегда будут давать G, Rb2, Rb3. А это нервная структура. Да? Потому что у нас в подметах, надо сказать, P. Вот. То есть вот это нам вообще неинтересно получается. Да? А вот это интересно. А вот это интересно. Ну а давайте сразу записывать вам результат. В результате мы пишем вот этот интеграл, да? Включите рамки, да? Сначала все мы вынесем наружу. Ваня сетверткой, 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 сетверткой. Значит, мы вынесем на сколько-то нашу структуру. сетверткой, которая вас интересует. Сразу я пишу. G alfabeta G alfabeta Pm1 Pm1 1, то не надо да угу но он интеграл интеграл 1 ряда и двинница остался вместе с x4 интеграл 1 ряда и двинница иначе иначе а если интеграл и интеграл значит, ну давайте напишем тоже интеграл смотрим, что это ему осталось что будет давать нам нашу структуру смотрим умножаем первость во-первых, мин уже альфабет мы сейчас рассматриваем произведение первой скобки на на вторую на вторую коэффициент минус 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 да, минус теперь, если я во второй скобке взял r квадрат то в первой скобке я должен какое слагаемое взять чтоб проинтегрировать ну чё ну ну такое, вот это и вот это чтобы оно было вот это смотрите, оно даст x в степени n r квадрат и r квадрат даст правильную восходящуюся часть а вот эти p дадут правильную структуру ну вот и давайте это запишем, то есть пишем x в степени n и и на r квадрат да ага знаменатель у нас тут знаменатель сейчас на r квадрат да окей а если я беру из второй квадратной скобки беру где-то член то с кем он будет работать он будет с вот этим равнодом g квадрат м2 потому что здесь будет смотреть интеграл такой здесь r квадрат и p квадрат да, стоит r квадрат r квадрат он даст вот такого типа интеграл где стоит g квадрат да и оно индекс квадрат переведет на p как и положено т.е. возьмите p m2 и вот мы его вынесли сюда да значит получается а а это будет r m2 капа на p капа капа на p а не очень хорошо убираем да сейчас это будет еще g вот это вот станет g и 2 капа мы можем мы можем же это иппонент это 4 заменить эту штуку просто на квадрате на g можем да можем сейчас то есть у нас здесь должна быть 4 вылететь сейчас вы сейчас вы пока просто пишите как оно здесь есть да вот индекс капа у нас превратится в индекс mu2 правильно т.е. mu2 у нас уже нехорошо писать бон давайте все-таки пока напишем как есть складываем и сюда и пишите давайте погодите 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 вот эту структуру пока так вот напишем как она есть у нас есть минус g альфа б да вот и рисуем что возникло перед ней значит вот x n-1 p n-2 p n-2 p n а r квадратия сейчас ну-ка погодите вы неправильно не сказали r квадратия здесь еще r квадратия здесь еще r1 стоит еще обманули r квадратия r квадратия r еще раз очень внимательно осмотрим у нас первая скобка вторая скобка она вот такая неправильно давайте я вот это все сотру не загораживаю картину а наоборот надо понять да то есть r квадратия минус 2 r квадратия квадратия на x на x ну и он стоит квадратия x на что здесь 1 плюс x что это программа и скобка закрылась как закрылась переписал все правильно да это все плохо о а r минус 2x минус 2x да то есть аккуратненько сначала все коэффициенты не учусь вот перед r уберите то есть вот этим членам нам дадут вклад вот такой член да здесь стоит минус 2x да r и r и r да совершенно верно правильно вот а вот это r квадрат оно у нас сработает с кем? вот оно с r нет не сработает оно с r вот так не сработает не сработает здесь получится смотрите что r квадрат есть да а здесь будет r не один r не один r не один r не два они при взятии интеграла дадут g да g это не наша структура значит r квадрат у нас вообще не работает он у нас для вот этого слагаемого не работает по четкости из нечетной степени а для этого слагаемого не работает по тому что струклирован у нас не так да здесь будет пропорционально g e 1 и 2 а мы хотим чтобы у нас все поиски да значит вот это слагаемое у нас сработало с вот этим да сработало с вот этим и сработает по ноль по четкости 3 работает 1 2 3 правильно вот это 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 за нуля но то что не за нуля то то же мю 1 и 2 да с вот этим членом оно не сработает по четкости вот этим членом оно не сработает потому что структуру не даст да то вот получилось только одно слагаемое выживание да вот такое минус 2 икс сейчас повседневное усовение здесь ага что получается икс степень икс ага отлично это мы рассмотрели коэффициенты g альфа бета а да или а нет не есть есть коэффициент да не есть коэффициент нет вот на это уже сколько нужно на p да здесь чуть по этим есть к этому напомню 1 умножаем нам нужно вот такой вот квадрат давайте напишем плюс пробуем плюс вот а здесь икс 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 пока идите нет 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 здесь аккуратно это смотря кто сработает либо это член либо это член вот у нас перед фабетой есть еще p-1 да давайте думать из вот этих слагаемых которые здесь написаны с кем он с кем он сработает они по-разному если мы берем первый без волны последователь давайте смотреть вот есть как квадрат этот квадрат на 1 плюс x с кем он сработает с волну без волны без волны правильно без волны на руках потому что есть этот квадратик да вот с этой формулей мы его посчитаем правильно а с вот этим он срабатывает нет Нет. Он не черный играл. С остальными уже проговорились. Вот это штука. С кем-нибудь сработает? Ну, кажется, что почерпность должна сработать с членами, которые волной помечены. Но там будет же КПМ2, чтобы оно дальше П2. То есть вот этот член, он может сработать с вот этим. То есть его почерпнем так. Ну а третий с первым, по идее? Третий мог бы быть с первым, но почему он не даст клабр? Ну да, это R в нулевой. Потому что здесь расходимости нет. Вот последний квадрат не даст расходящийся нитеграмс. То есть вот это не работает, потому что нет расходимости. То есть по вот этому пункту мы видим, что если я это равно 3, а в числителе ничего нет. Как раз возникает, если я умножу это на 2. То расходимости не было. Замечательно. Давайте посадим эти вклады сюда. Значит, у нас есть ПМ1, ММ1. Этот вклад у нас идет вместе с вот этим. То есть будет R квадрат на 1 плюс Х. И вот эту пробинацию. Ну, это R квадрат 2х квадрат 2х квадрат 2х квадрат 2х квадрат 2. r-2 r-1 и коэффициент остается x в степени r-2 p-3 и так далее еще x в квадрате x в квадрате написали да причем удастся нам здесь g, k, p-2 и p-2 p-2 хорошо, здесь закрылась скобочка и большая круглая закрылась большая круглая закрылась и теперь на третью скобку вывезли и остался вклад военный вклад в этой радости здесь вот это с чем-нибудь работает либо с упрямым, либо с волнистым ну давайте, значит треум не работает потому что он под учетом а с этим точно не работает по структуре, потому что там блок сажает а с первым скобка будет 4F r-1 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 а это с первым с первым с первым сработает? с первым сработает с первым сработает с вторым подчеркнулись тогда в третьем тогда не забываем что-то плюс 4 плюс 4 плюс 4 x а x ну, по-моему, следую заимствую x да r-1 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 ага, все, большая стопка закрылась и у нас вот такой загинать еще r-2 r-1 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 Мы запутались, так вы останавливаете и спрашиваете, что вы делаете по вашему мнению То есть мы оставили только те структуры, которые дают расходящуюся часть во первых, а во-вторых, нашу структуру Все остальные мы выкинули по различным соображениям Либо отсутствие расходимости, либо то, что они не дают нашу структуру Отлично, теперь мы можем уже описать, как мы пытались сразу написать Выделить Бордонскую структуру Вот давайте ее пересомолить Вот этот коэффициент Это коэффициент минус 8 Дальше мы считаем даже не самым графом, а расходящуюся часть Здесь это не равенство, а равенство с расходящейся частью С Да, все Здесь мы оставили только то, что нам воспроизводит нашу структуру Бмьер один, бмьер один Бмьер один, бмьер один Во всех наших игралах есть еще вот такой вот множитель Его давайте тоже сразу вынесем И на 4 пи 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 Ну, здесь мы можем 2 написать, а не варенство Как вы представите Расходящаяся гамма-функция А, тут да, как я писал А так пишите, как есть Пока нам не важно все И по размерности Минус 100 квадратических И 2 минус z попал Вот И интеграл От 0 до 1 От 0 до 1 По dx Их черточек, погодите Его сейчас будем заносить вовнутрь Заносить вовнутрь Открываем большую скобку От вот этих кусков Вот этого куска Открываем У нас идёт в знак и минус Правильно? Минус Минус Давайте x-x все соберём Здесь стоит что? Минус 2x на x-4 2x на x-1 То есть будет минус Минус здесь И минус был здесь То есть будет плюс 2x-3 на x-1 И x-4 на x-1 И x-4 на x-1 Так, да? Да Правильно? Да И, погодите, погодите Погодите Интеграл Да, стоит С двумя r-ами Да? Он даст мне 1 четвёртую g-minus g-minus 1k То есть у меня 1 Тащится сюда Мы его вынесли То есть эфициент Мы его вынесли Эфициент будет 1 четвёртая 1 четвёртая 1 четвёртая То есть перед всем этой штукой 1 четвёртая Дальше поехали Минус Да? Вот этот минус Отсюда Интеграл с r-квадратом С r-квадратом С r-квадратом Коэффициент Единицы Ничего не помню Да? У нас был x-чёртой И на 1-x Это же 1 x-чёртой На 1-x Это 1-x-квадрат 1-x-квадрат И на x-тренируем 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 И на 1 Вот ещё на 1-как Покажу вам Что от 0-квадрата Возьмем 0 Да? Угу Хорошо Вот это радость Ну, коэффициент 2 на минус 2 Ладно. Если не сабдит, интеграл 1.4. Сейчас, давайте сами шутим. На x-тепенен. На x-тепенен. На x-тепенен. На x-тепенен, да. На x-тепенен на x-тепенен. Ага. И интеграл 1.4. 1.4, да? Мы пользуемся вот этим. Сейчас. Члены уже альфа-бета закончились, да? Есть еще вот это угорячие гены? Нет. Они дадут же альфа-бета, конечно, вот за счет альфа-бета, да? Да. Одна, другая, другая, другая. Но четверг сократить? Ну, сейчас. Значит, четыре и х в степени m на х чертой. И одна четверг, которую выбирал. Вот еще. Так, я проверяю пока что и вижу, что все у нас все неправильно. Все неправильно рассчитаем. Четыре коэффициента у нас с вами 0,1m х степени. 2,6m х степени. Так, сейчас, погодите, секунду. Погодите, погодите, погодите. Вот это правильно. Это правильно. Это правильно. Это правильно. Что это? Вот это правильно. Так, а вот здесь у нас здесь вот x в оуке или x чертой. А это была скобка. Вот здесь вот мне с чертой написано. Это была вторая скобка, вторая скобка, которую мы x в оуке обозначили. И она была вот такая. Минус 2x чертой r¹1 на r¹ плюс p¹1. Приводим, это все правильно. r² на 1 плюс x, да, оставался. плюс 2x² r¹. Это мы все правильно учим. Плюс члены, которые не важны. У нас был не x чертой. Вот здесь вот, здесь был без черты x? Да. Нет, если без черты x, то это плохо. Там у нас с чертой или без черты был x? С чертой. С чертой? Здесь был без чертой, да? То есть, мы в какой-то момент просто переписали неправильно, да? Хорошо. То есть, тогда здесь будет x чертой. И когда здесь получается r¹1 на x²? Так. Ну, получается x²? Да, здесь когда было x², а здесь x с этим неем 0,1. Вот, теперь все правильно. Так, вот здесь вот черта была, да? r¹1, да? Ну, у меня это написано. r¹2 написано. Просто мы все стерлили и не восстановились. Еще раз повторим, что там было в квадрате? Давайте еще раз обрешаем. В r² вот вторая скобка была такая. Значит, это было rµ1, да? rµ1. И мы раскрывали там скобки, да? В раскрытых скобках было 2r² плюс... Вот здесь же единичка, здесь же единичка. Здесь же единичка. Два единичка минус x². Это единичка минус x². Написано как i просто. Какая i? Вот когда мы скобки с вами раскрываем, да? Андрей это делал. Скобки рассказал. Какая-нибудь играла с вами. Да, мы попросили. Я потом, типа, проверял. Вот у нас выражение с раскрытыми скобками, да? плюс rµ1. То есть перед rµ1 мы не ошиблись с вами. А перед rµ1 у нас какая-то задумка вышла, да? Вот у нас... Вот я раскрыл скобки, да? Раскрыл скобки. Вот у нас с вами сократилось... r² сделаю здесь единичку. Ну да. Вот эта вот штука сокращается. Сократилась вот эта штука. Вот эта штука сократилась, да? Осталось x с чертой с однаком минусом. Правильно? Поэтому здесь будет минус 2x с чертой. Да? Мы называем 4. Скобки нормально? Угу. Значит, мы просто потеряли эту черту. Да. А так все правильно считали. Ну а что? Надо интерьер считать? Да. Нужно сейчас посчитать просто вклад от каждого из этих слоганов. Ну давайте от x-ов. Интеграл x квадрат на x тк не 1 минус 1. Что это такое? Ну это вы. Есть где-нибудь 2x плюс x квадрат, x на минус 1. И интеграл этой штуки. Можно так, а мы получили бета-функцию. Значит, бета-функцию как скрепилось. Это бета-функция чего вам? А от n на тройке. А? А от n на тройке. А? А от n на тройке. А это чему равно? Ну, гамма от n плюс 3 на гамма от n на гамма от 3. Гамма от 3, я вам? Двойка. Двойка. Гамма от n на гамма от n плюс 3. Правильно? А если нога по n сократить, то что останется? 2, то 3, то что? 400 для неряги. Хорошо. Что было? n плюс 3. 2. Чего? А, было, конечно. Окей. n плюс 2. n плюс 2. n плюс 3. n плюс 2. n плюс 1. Ага. Да. Ну, да. Вот так вот. Это ясно-интекрат, посчитали. Давайте где-нибудь поднимем, аккуратно напишем, что получилось. Это наша бета-функция, да? Ну, одна вторая у нас еще. Одна вторая. Да. То есть все вместе. Вот это нам даться от n. 1 делить на m, ну вот, это плюс 1, да, ага, ага, хорошо, а, удавлю штуком, удавлю штуком, здесь как раз обо мне 1 делить на m минус 1, ну, здесь еще общий минус, а на m минус 2, м минус 2, да, что минус 2? На m плюс 2, здесь минус 1 будет, здесь минус 1 будет, здесь минус 2, да, здесь вот эта фунтегралка, это есть бальтофункция чего А где все равно общий, кстати, да, его можно чунисти? Звойка и ингуртбанья Вместе разобрать, да, да У тебя два функции, вот Атема Атем плюс 1 Двойка И двойка, ага Это что такое? Ну, гамма, наверное Гамма Атем плюс 1 И двойка гамма Атем плюс 3 Атема Атем плюс 3 Атема плюс 1 Атема плюс 1 Ага Ну так Все, переписываем аккуратненько Ну, давай сейчас внизу Так, с алифметикой мы здесь разобрались, да, где еще потеряли Внизу все, стирайся Сейчас Budget У нас Jane Не поднялся Не поднялся Есть Не потребирается Вот Сейчас iritual А здесь, смотрите, здесь интеграция общая для этого и для этого, правильно? И четвертая, наверное, в области, да? Ну, здесь закрутиться. Скрутиться? Нет. По-насторе. Если есть минус, у нас вторая. Ага. Знаете, что там на первой высоле? Ага. Плюс один. Плюс один, да. Ага. В общем, знаменателю привести это четвертое. Вот так это? Да. Так, ну и плюс три пополам. Н плюс три пополам. Снимал комбинации, да? Ага. Минус. Чего у нас плюс три? Да. Минус Н. Я думаю, минус Н. Плюс три вторых. Плюс три. Да? Все пополам. Ага. Хорошо. В общем, знаменателю приводим. Общий знаменатель 2, 2, M, M плюс 1, N плюс 2. Ага. 2, N, M плюс 2. Чего в части видео? Двое. 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 В м plus 1. И три два. Да. Угу. Прибавить двойку. Проверим повесательность. Ага, давайте пересылось и минус И минус Вязанность Вмножь, да? Наверное Наверное Ага, так вот открываем Раскройте скобки, нечего Два Скобки раскройте 2 минус 2n в квадрате А минус 4 Значит 2n плюс 1 3 3n на минус 2 Значит у нас 6 А А Плюс 1 в квадрате Ага Плюс 2n Ага А Минус Вмножь Плюс 3n Ага Так, нужно Минус 4 То есть норма Что? Какой? Включит Ага При n у нас 6 плюс 2 плюс 3 То есть это одиннадцать. Чего? Шесть плюс два. Шесть. А, минус два. Минус три. Минус единиц. Минус один. Минус два плюс два сократия. Минус один. Минус один. Минус один на квадрате. Минус один. Угу. Отличный. Замечательный. Отставляем их сюда. Одно. Так. Давайте вот там это все уже можно стерить. Вот это все. Вот. Вот. На что ли вам это все? Посмотрите, как я читаю. Сколько я читаю? Угу. Сколько я читаю? Значит. Сколько я читаю? Видите? Еще раз. Значит. Квадратная сумка вся. Да? Вся квадратная сумка. Здесь наш интеграл. Здесь интеграл. Получился . Минус . На два. n з'1, n з'2. 1 з'2. Да? Борганская структура уделяем. Минус два, три раз, пять раз. Вот, молодец. Отлично, это у нас еще борганская структура. То, перед чем мы смотрим коэффициент. Дальше, у нас есть коэффициент от того, что у нас это метилевое вычисление. Это g квадрат, гамма на 4π и на b квадрат. Четверка. Какая четверка? Ладно, сейчас вот так, да? За этот коэффициент сейчас напишем. В общем. То есть, g квадрат, гамма, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4π в степени. 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 И, консенсация вот как мы выглядим. Смотрите. И на минус И, это есть единичка, правильно? Дальше, здесь вот был минус одна вторая, да? А здесь была восьмерка, да? То есть осталась минус четверка, правильно? Минус четверка осталась, и из этой минус четверки двойку, минус двойку мы уже написали, да? Значит, что у нас осталось? Двойка и nf еще, да? Не, не, сюда не раз. Сюда. Два nf, да? И на раскопку. Раскопку, да? Дальше. Ага. 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 Дальше. 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 Замечательно. Это есть расходящаяся часть первых двух диаграмм. Такой и такой, правильно? Вот. Крымпульсный, да? Эту расходящуюся часть, есть расходящиеся частями вот этих диаграмм, мы вливаем внутричленов, да? Значит, здесь есть гордонская структура, которая содержит все остальные слагаемые, да? Они у вас идут и отсюда, и отсюда, и отсюда уже, да? Из трех диаграмм. Но нам сейчас самое важное, что мы хотели вытащить, это коэффициент. Вот мы его нашли, этот коэффициент, да? А теперь мы можем описать, чему равен контор-член. Мы знаем, что контор-член должен сокращать расходимости. Он зависит от у него, да? И он должен купить вот эту расходимость. Да? В этом ученом равен. Вот G там. Ну? G. То есть он стоит перед вот этой структурой, да? То есть здесь стоит G. G напоминает везде перенормированные. Можете в этом месте написать. Шестер. 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 Да. Ну ладно. Снимаем музыку. Или министок старается равновремен в калорийте? Это не бомбочка. Но он зависит от у него, и он должен расходимость сократить. Той квадрат равен минус 2 квадрата. Так вот, в условии перенормировки обычно той квадрат равен минус 2 квадрата. Так лучше. Той квадрат равен минус 2 квадрата. Не может не забрать его на калорийте. 1, 2, 2 Возвращаемся к аномальному размеру Я напоминаю, что в прошлом семинаре главный уровень, который мы сделали, то что такое? Что аномбальная размерность, которую мы условили записывать вот в таком виде, минус g2 на 4π в квадрате, а здесь матрица. То есть мы ее просто в таком виде подвитаризовали. Здесь АФ, АЛЖ, АЖФ, АЖЖ. Аномальная размерность была равна d в логарифм меру от такой матрицы. По диагонали? Здесь было минус дельта ФФ плюс дельта В, правильно? Здесь было минус дельта ЖФ, минус дельта ЖФ, это он находится сюда, да вы видите? То есть минус дельта ЖФ плюс дельта 3. Вот такая матрица стоит, да? Такая матрица. Мы с вами вот этот коэффициент будем найти. Да? Ну давайте для него напишем чуть-чуть, чему он равен. Т.е. минус g2 на 4π в квадрате на АЛЖ, равен минус производной рубльта 2. Ага, это тоже по терпению. Ага. Хотя. Константа стоит. Давайте со знаками минус всех, а по тому другу. А вообще да, плюс. Единственное, сейчас, еще раз, если у нас стоит знак минус, да? Принтельный, если есть грязный лифт, то есть, как грязь. Угу, единственное, что этот лихо вылез. Что? Лихо вылез. А в чем проблема? Зружая бегущая. Бегущая, но ее бег, вот если мы ее бег будем учить в этом порядке, то это что такое будет? Это будет член порядка, уже в четвертый уже, да? Поэтому, когда я ее дифференцирую, помню, здесь вот, да? Я женю должен дифференцировать, верно? Да. Пишите? Да. Пытаемся обратить. Просто напишите сначала формулу, что вы дифференцируете, все коэффициенты наружу вытащите, что еще есть? Ага. А здесь вот видите, где лбб, например, не нет. Отпишите вот это ми квадратка, у меня квадратка и у 2 гг. По-моему, как, мю как ге в степени, как ге в степени, что там, вот, макарифм мю умножить на какой коэффициент? Это минус, ну, 2, в общем, минус 4 минус 2. То есть, дай минус 4. Сейчас. Дифференцируем, просто дай минус 4 минус 6. Ну и снова все сворачиваем. Угу. Дифференцируем, 2 минус 4 это, ну, что такое, плюс 2 на епсилон, а здесь стоит гамма от минус епсилона. Гамма от минус епсилона, это что такое? 1 на епсилон. Минус 1 на епсилон. Ну да. Гамма от минус епсилон, это минус 1 на епсилон, это призначилось, да? Как он будет? Он сокращается? Минус? Минус возник, да. Сейчас здесь двойка еще. Двойка вылезла, да? Или вот сюда вот, чуть-чуть, чуть-чуть. А гамма от минус епсилона превратится в гамма от 1 минус епсилон, то есть в единице. Так, ну и здесь 1 на епсилон. Ну и в какой степени, между? Минус в степени минус епсилон? Единица на квадрат степени минус епсилон, и епсилон длину уже, скажем ли. Просто мю. Почему просто? Сейчас. Еще раз, у нас здесь будет, ну вот это же выражение. Это же выражение. 1 равно 4. А где? Поставьте 2 равно 4. Он мюр какой раз. Вот откуда мюр в квадрате, когда у вас? Да, была мюр. Когда это число? Это безразмерное число же все. Ну сейчас. У нас же здесь вот идет 1 х2 на мюр в квадрате. Ну вот вот эту экспоненту, можете подставить д равно 4? Можно. И что получится? Единица получится. Единица получится. Здесь стоит мюр в квадрате в степени минус епсилон. Вот это же минус епсилон. И вы его к нулю стремите. Вот мюр в квадрате степени. Хорошо. Отсюда коэффициент дает джермос. Чему надо? Ну вот видите его потом. Вот. Ага, да. Отлично. Вот такой коэффициент у нас с нами получился. Мы сделали такую большую работу и нашли один коэффициент в матрице аномальных размятостей. Их здесь 4 штуки. А другими так же 4 штуки? Да, так же считаются. Фактически вам в вашем задании нужно другой коэффициент посчитать. Вот эти АЖР это у нас сложнее? Ну? Вот это? А, вот это? Да нет. Вам много сложнее. А, там просто у меня уже не появится. Хорошо. Спасибо. Андрей. Теперь давайте минутку 10 еще я у вас, скажем, 15 займу. И попробую понять сами, что мы получили. Откройте семена, где мы с вами обнимаем эти глазы. И теперь мы с вами проявим. Поехали. Вот, наверное, на одном результат. Кстати, вот знак подсказываем. Вот, кстати, вот знак подсказываем. Так, вот, один. Ага. Делаем сейчас такое замечательное сделать. Уравнение D-class. Помните, мы с вами смотрели момент Мелиновский. Он такой. Это функция расщепления, связанная с переходом глиона в половую антикварковую пару. И мы смотрим количество кварков. То есть эта величина связана с количеством кварков в глионе. Это было что такое? Таким образом, индивидуалом от меглиона единицы, от х, 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 х. От выражения для числа кварков в глионе. Цветовая умножительная на вторая. А здесь смотряло что? Что здесь стояло? Х квадрат плюс 1 минус х квадрат. Правильно? Так? И чего запломим бывает? Какой? 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 Такой может быть? С каким коэффициентом? То есть тоже возникал омега квадрат плюс омега плюс 2, да? Так. Знаменательная была омега, омега плюс 1 на омега плюс 2. Еще одна вторая. Вот 2 в начале, как она и оставалась. Да? Одна вторая. Хорошо? Так или не так? Не знаю. Помогите. Вдруг я вас обманываю. Вдруг я вас обманываю. Вдруг я вас обманываю. Потому что это похуже любого озера. А, правильно, да? Правильно, да? Т.е. что мы видим? мы видим, что вот эта переменная омега, переменная Миленовичного преобразования, она вот как-то очень похожа на n n это количество ложеческих индексов у нашего оператора вот давайте попробуем проследить связь между тем, что мы получили здесь здесь мы получили свою матрицу, у которой вот в этом месте стоит 4mf n2 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 вот такая матрица голосовая получилась, матрица аномальных размерностей на этой доске у нас аномальные размерности, а там уравнение декла уравнение декла, вспоминайте, у нас были, мы все уравнения декла разбили на не сумилетные уравнения, на форме сумилетных уравнений в них входила кричина PQQ, правильно? и мы решили эти уравнения и написали выражение для несинклетного момента М? помните, мам. в англ��я под разделом это было М7а, помните, от ampli n2 n2 rGo QQQQ¹ в степени никакой минус 2 делить на поле 0 и вот это PQQ то есть у нас ломение на несинкетный момент было такого рода альфа и слава была PQQ здесь M если мы глянем и отсюда мы нашли решение, правильно? вот такое решение, а здесь стоял вот этот коэффициент PQQ PQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ D в логарифе вот здесь стоял момент квартов квартовый, а здесь момент глеонный а не поезд на двор здесь стояла матрица такая какая здесь была пыр-ку-ку от Роуина в этом месте что стояло перед? нет там стояло не какое-то там стояло 2NF 2NF на П регулион глеонное да? там стояло NF умножить на Омико-падагоград и с Омико-два подберись на 2 Омико-два Омико-падагоград Омико-падагоград это просто 2NF умноженное на П число квартов в клеронах здесь было П в клеронах в клеронах здесь величина издвигаемая из числа глеонов в клеронах мы ее с вами попробуем посмотреть вот такое уравнение вот такое уравнение в клеронах и вот мы с вами что поняли поняли, что коэффициенты вот этой матрицы не знаю, как это А матрица А от Омико-падагоград коэффициенты этой матрицы и вот этой матрицы они как связаны между собой? коэффициент просто другой по коэффициент ммм здесь вот 2NF 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 умножить на то же самое на сколько раз это получается? 4 раза, да? 4 на это, да? 4 раза соответственно, собственные значения в сколько раз получается? ммм да ладно, все хорошо во сколько же? 4 раза 2 собственно, значение матрицы А маленькое в 4 раза больше чем собственные значения матрицы А большое да? я для вот этих магнитов мы писали решение решение уравнения Тегла правильно? решение уравнения это первое уравнение это вторая система у нас была да? решение как выглядело? x сегма плюс в так как выглядело? это было два коэффициента c1 которые зависели от начальника километра на на собственный диеток в 1 или мы их обозначали в плюс и в минус правильно? в плюс и в минус в плюс и в минус и на аристалл множитель вот такой же множитель только на этом месте стояло соответствующее число правильно? после диагонализации у нас все волнения становились вот такого типа расщитялись становились вот такого типа поэтому здесь стояло альфа-с от альфа-с от 0 в степени минус 2 на 0 лямда плюс прибавить альфа-с на альфа-с от 0 в степени минус 2 лямда минус и лямда плюс это собственные значения собственные значения собственные от ц а то есть отсюда мы знали как связаны у вас моменты моменты структурной функции как они зависят от курс квадратик отсюда мы это поняли это у нас было обновление теперь что у нас с вами происходит в операторах 302 помните у нас с вами была когда мы только начали перенормировку локальных операторов мы с вами сказали что в случае если такой оператор O перенормируется мультипликативно то есть тут просто констанция z которая есть числа на O перенормирована аномальная размерность это есть d логарифм z d логарифм mu и если эта глобальная размерность представляется в однопетлевом продвижении в виде g квадрата на 4π квадрата умножить на а то решение простейшего уравнения ренорм группы оно нам приводит к тому что перенормированный оператор в точке ми-0 умножить на сумму всех поправок в главном логарифмическом приближении отсуммировали все виртуальные поправки от масштаба ми-0 до мю и они привели к множителю hps от мю поделить на hps в какой степень степень какая здесь b м 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 lid м м м м м м м м м Какая стыдь у него? Какая стыдь? Там, где переномировку массы смотрели, в конце было замечание, некая формула, написанная по результатам, задача переномировки массы. То есть было минус А0 поделить на 2, то и по ноль. То есть вот этот коэффициент, который у вас возникал по нормальной размерности, он у вас перекочевывал в показатель степени. То есть мы говорили, что если коэффициент А0 больше нуля, то при увеличении μ реномный групповой коэффициент растёт. Правильно? А для кварковых масс обратная ситуация была, ну меньше нуля, поэтому при увеличении масштаба μ у вас перенормированная масса уменьшалась. Помните такое или нет? Кирилл, это мы делаем масштаба. Кирилл, это мы делаем масштаба. Про нас сюда, по ноль. То есть коэффициент реномный групповой какой? А0 на 2 на β0, да? А здесь коэффициент, вот это по куку, 2 по куку на β0. Да, то есть видно, что вот этот коэффициент, слушай, вот этот коэффициент. С вот этим коэффициентом их отличие в 4 раза, да? В 4 раза. То же самое у нас происходит для двух операторов, которые друг с другом смешиваются. Вот у вас есть два смешивающихся оператора, да? Тогда вы можете для них написать перенормированные точки μ. Вы можете написать точно такое же решение, уравнение реном группы, да? Вот. И оно будет выглядеть точно так же, как здесь. Только коэффициентом здесь будет стоять С1 от μ0, да? На тот же самый z плюс умножить на αs от μ αs от μ в степени, вот такой степени минус А- А- где а плюс и а минус это собственные значения матрицы А они у нас в четыре раза больше, чем собственные значения матрицы А поэтому видно, что вот это показатель степени, то есть все вот эти коэффициенты они в точности такие же как здесь то есть что мы имеем? с одной стороны у нас есть зависимость моментов структурных функций от u в квадрате, полученной из глапа а с другой стороны у нас есть зависимость от масштаба перенормированного оператора двух перенормированных операторов 302 то есть видно, что здесь есть какая-то связь между ними то есть операторы вместо 2 также эволюционируют при изменении масштаба мер по уравнению ряда группы как моменты структурных функций изменяются при изменении u в квадратах да? ну давайте об этой связи мы с вами поговорим о причинах этой связи мы поговорим в начале следующего семинара а на сегодня закупчик короче спасибо 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 спасибо